Добрый вечер, это Луслит Онлайн, рад всех видеть, здесь мы собрались для того, чтобы анализировать основные фьючерсные рынки и уже более трех лет, наверное скоро будет 4, каждую пятницу в 20.00, по той же ссылке проходим в комнату, абсолютно открытый и был всегда открытый доступ на это собрание, приветствую всех и начнем с небольшого анонса, 10 числа начинается Basic Trading Strategy курс, сегодня как раз был либо еще идет вступительный вебинар, вы сможете посмотреть его в записи по запросу и с понедельника начнется уже стажировка первого уровня, в сентябре-октябре пойдет уже уровень второго класса и ближе к октябрю третьего уровня, то есть те, кто уже готовится к самостоятельной торговле на своих счетах, на реальном рынке без виртуальных счетов, то есть все уже в бой, так сказать. Анонсы вы сможете получить либо в рассылке, либо на сайте Wolfix, в разделе Education, там все можно найти. Вот, так. По традиции новости, на этой неделе, ну, как и ждали, так и в принципе на четверг-пятницу весь шторм и произошел. Неплохая неделя была, но не из легких. В принципе, как и контракт, если брать S&P, боковичок по некоторым валютам, я не имею ввиду рубль, евро, фунт, такая достаточно интересная ситуация. И постоянные то Греция, то еще военные конфликты, очень большой поток информационный на рынке. И уже даже некоторые отчеты ничего не решают. Ждем, когда повысят процентную ставку федеральная резервная система, если вообще это произойдет. Но, как говорится, жди хорошего, но будь готов и к плохому варианту. Такие сценарии тоже могут быть, поэтому, ну, я лично жду осени. Кто помнит, в принципе, мы так и прогнозировали по S&P боковик, весь контракт. Это, в принципе, уже частенько встречалось именно летом, курортный сезон, не бизнес-сезон. И вот осенью начнется активность, придет больше кэша и, я думаю, там тренды будут хорошие. Не только по S&P, это затронет остальные рынки. Новости, которые на следующей неделе будут интересны и их стоит мониторить. Итак, индекс экономических настроений Германии для тех, кто торгует, немецкий индекс, либо евросектор. Также по отчетам на следующей неделе, на этой неделе неплохо так прошлись по некоторым банкам, по штатам. Если не ошибаюсь, биржа Moex, российская биржа, отчитывалась. Не видел еще честного отчета. Но, я думаю, это не сильно повлияет на движение РТС. На следующей неделе более-менее спокойно по отчетам компаний, но в четверг, опять же, 13 августа и 14 августа по штатам Jobless Claims и Industrial Production в пятницу. То есть, в принципе, три дня на Штатах будет более-менее штиль, только в среду уже петролиум там немножко отчитается и казначейский бюджет. Два часа ночи и по нашему времени это в районе, сейчас скажу точно, 21.00 отчета о исполнении федерального бюджета США за июль. Не Market Movie индикатор, но на всякий случай вдруг что-то будет сказано, либо какая-то аномальная цифра появится. Вот, поэтому первая половина более-менее, то есть, может быть, либо боковик, либо раскачка перед четвергом и пятницей. В принципе, уже на следующей неделе стартовая точка до завершения сентябрьского контракта останется месяц. Самая вкусная, самая рабочая часть контракта уже позади. И может, конечно, усилиться активность, как раз чем ближе к осени, тем может быть динамичнее маркет. Ну, давайте рассмотрим еще ВВП будет в пятницу по евросектору второго квартала. Ну, соу-соу. И, в принципе, из интересного все на следующей неделе. Без сильных таких ни фомки не будет, ни ВВП. Итак, понятно, да, в четверг-пятницу осторожнее, там немножко могут раскачать, примерно так, как на этой неделе. Как видите, по всем инструментам, которые мы рассматриваем, здесь таблица MarketWatch и с открытия очень большое количество в красной зоне. Ну, мы сегодня это все рассмотрим детально на разных интервалах. Но перед этим мы, по традиции, нужно отметить талантов и преуспевающих, ребят. Начнем с S&P. Да, все подгрузились данные. Итак, американец держит шорты, стоит в продаже. Уже 143 пипса в сумме за неделю. 195, неплохо. Фиксил вон 500 во вторник. Комета вышел из покупки. Жаль, что не реверснулся. Была бы отличная активность. 7 активировался и настойчиво давит продажами на барометр американской экономики. Круто, трекер селл просто, вот, алмазно зашел и вышел. Финансовый ниндзя. Почаще работайте. В плане, такие сделки, интересно достаточно. Прочувствовать котировочку. AG 2015 тоже в шортах. Ту группа, это, скорее всего, одна команда, разные участники тоже в шортах. Бывалый наш участник, Карлос, тоже шортит. Вот, появился новый трейдер и, в принципе, хорошо, что появился. Неплохие сделки есть. Аккуратненько, чистенько, без эмоций. Сейчас мы посмотрим. Немножко рановато запрыгнул. Там на максимуме. Ну, так. Я всегда слежу, в какое время открываются позиции у трейдера. Потому что, если на открытии биржи идет заход на рынок, то, скорее всего, это рисковая сделка. В большинстве случаев, по статистике, в первые 30-40 минут открывать позицию не самое лучшее решение. Клим и Вита. Вот так вот даже. 5-го числа поработал. Появились новые имена. Отлично. Ну, СНП, этот контракт не самый легкий. Боковичок такой с переменными манипуляциями. Ну, на этой неделе я бы, безусловно, и действительно отдал бы первое место 33-му СОН-2. Как поработал, так поработал. Вот активность за неделю 629 за плечами. И сейчас вот открыта покупка, причем с дозагрузками, с частичной фиксацией, с стоп-лоссом и даже с некоторыми профитами. Вот. Учитесь. Трейд-шейтинг, он, в принципе, помогает дисциплинировать, так как вы открываете позиции и видят их другие. Смотреть, как другие трейдеры открывают позиции. Стиль, тактика, время. Можно, даже если сильно захотеть, примерно просчитать, в каких условиях, какие критерии на открытие позиции, на выход, покопаться на истории. Но это все публично. Никому не жалко транслировать свои сделки. Присоединяйтесь. Также остается такой мини-бонус лидерам по CME биржи и по Forbes. Первые триместные мы даем призовые талантам. Так, старайтесь подписывать свои аккаунты, потому что это логин. Желательно введите какое-то имя и еще аватарку, чтобы можно было быстро ориентироваться. Так, Алекс Рос, он же студент. Не покладая рук, сражается с очень тяжелым РТСом на этой неделе. И третье место. Потом разберемся на лекции, что там да как было. Сделок могу, поэтому не будем пока вдаваться в детали. Ну, третье место уже хорошо. Так, 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 Денчик. Выход немножко и вход тоже. Ну, в общем, последним. Недавно появился трейдер, поэтому пока без комментариев. Так, Агран 220. Набор убыточной позиции не самое лучшее решение. Ну, в зависимости, конечно, счет какой. Если там запас хода по кэшу невероятный, то это пыль для моряка. Так, второй аккаунт тоже в плюсе, это хорошо. Наш бывалый трейдер Киберфанд неплохо начал. Потом что-то 6-го числа запутался на открытии. Что-то там произошло, видите. Так, порадовал танк, зашел, вышел. Перед выходными закрылся полностью. Арина. Ну, видите, да? То есть, открывать позиции можно, но, как показывает практика, открыть сделку не самая сложная часть в трейдинге. А еще часть это сопровождение правильной позиции, вытащить основную часть движения, правильно зафиксировать, безопасить позицию, мониторинг. И подготовка к самой сессии. Так, появился купец. Нравится ник, нравится аватарка. В принципе, пока вот в плюсе. Посмотрим. Конечно, шорт после такого сильного падения рисковое дело. Вот. Ну, как-то он даже из этого всего выкрутился. Ну, будем следить. Продолжайте. Интересно. Так, Танкоридиев, безусловно, авторитетно закрыл неделю в плюс. Те, кто давно, я думаю, вы подтвердите мои слова, что очень часто неделю закрывают в плюс одни и те же трейдеры регулярно. В принципе, если работать по правилам, аккуратно и без эмоций, либо же такого фактора, как чуйка, то контракт можно закрыть в плюс. И это не является сверх недостижимой задачей. Жмулик тоже студент. Вот, практикуется, аккуратненько работает, все тактически, все по плану. Хорошо, тут, в принципе, вечером поработал. Вот, на это, на РТС, естественно, 33-й тут сражаются ежедневно. Рубль еще заплатим, тоже всем интересно. Кто же все-таки простоял все эти покупки? Николу 182. Вот такие вот сделочки. Затем Скорибул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скорее всего, лимитный ордер стоял. И просто его зацепили. Бывает такое. Ну, мы еще над этим поработаем, пока он только стажируется. Клим. Тут сомнения. Очень нереальные сделки. Так, Карлос, безусловно, безусловно, стоят лимитные ордера. Тано Кариди также отличился. Здесь без претензий. И Склей. Вот новый трейдер. Причем зашел неплохо по неделю, поработал-то. Вот это вот было лишним, конечно. Это эмоции. Это уже отклонение от тактики, скорее всего, и очень сильное. Так, ну, все равно продолжайте. Я помню время, когда Тано Кариди только появился. Там было очень большое количество сделок. Их даже в количестве на графике невозможно было разобрать. Разобрать приходилось масштабировать сильно котировку. Ну, вот с каждым контрактом уже стиль отработан. И стабильность. Так, Алекс Рост тоже. Кстати, заметил Алекс, что у вас на рубле, на долларе лучше получается и по сценариям, и тактически, чем на РТС. Поговорим еще на лекции. Так, и еще один трейдер Мейтре или Мейтре. Тоже вот на покупках. Стоплос, конечно, это лишнее. Можно и урезать риски. Но вот такие вот ребята на рубле. Закватим еврик. Там есть у нас тоже чемпионы. Так, драгон. Вот такие вот продажи. Продажи. Нет ограничителя убытка, к сожалению. Это жалко, жалко, жалко. Это тоже интересно наблюдать, кто как страхует позиции, фиксируется, как выходит, на что обращать внимание. В принципе, по ордерам это видно. Конечно, те, кто работает на рынке, сразу поймет, почему там или там выставлен этот ордер. Но многие на виртуальных счетах даже забывают их ставить. Так. Как видите, практически все сделки были закрыты в плюс. Может какие-то были там безубыточные, либо с небольшим убытком. Но здесь респект за то, что не пересиживает огромные потери. И сразу же рубит. Так. Вульф, Уолл Стрит. Вот так вот у нас есть новый трейдер. И вся котировка. Вот. Вот Market Maker. Смотрите на него. Обеспечивает ликвидностью Ройнак. Бум. Так, вот у нас в чате он сейчас. Ну, по сегодняшней сессии, конечно, рисковый вы парень. Это, ну, на Уолл Стритах я частенько замечание делал, что обращайте внимание, почему мы вначале Уолл Стрит Онлайн обсуждаем новости. Чтобы знать время, как минимум, когда оно выходит. Перед новостью, если вы откроете позицию, вот такая вот свеча наверх, если вы зашли немножко превысив лимиты, да, с плечом, то вот здесь уже может быть финиш по вашему счету. Аккуратнее с такими сделками. Всегда смотрите на день, расписывайте, когда какие новости выходят. Рынку, который уже больше, чем половина состоит из алгоритмов, только новости нужна. То есть, чтобы можно было потом списать на неадекватное принятие решений трейдеров во время новости и раскачку рынка. Вы же знаете, что у брокера при заключении контракта, там и прописано, что брокер не несет ответственности за качество исполнения сделок во время новостей важных, крытия биржи и закрытия биржи. Так, поэтому там аккуратнее. Так, 5D Trade. Здесь, естественно, все хорошо. Пав тоже в битве сражается. Мишка Мед заскучал, но закрыл неделю в плюс. Ну, неделя непростая была. Глядя на график, я представляю, как там качало всех пилот. Ух ты, что ж такое. И второй счет Мишки Меда даже в плюс. Саня переборщил немножко, но закрыл в плюс. Так, и по фунту, и золото еще захватим, и все. Ну, тут пират, само собой. Пират, пират. Карлос, те же самые трейдеры. Сейчас я золото гляну, и все. Там новый контракт начался, посмотрим, перешли ли все на новый контракт или нет. И нефтюшка. Ух ты, даже вот такие у нас есть. Ракета отлично. Мистер Профит, новый трейдер, чисто по нефте работает. Сразу говорю, даже неделю закрыл в плюс на третьем месте, но очень много лишних сделок, очень много лишнего открыто. Вот эти, самое опасное для трейдера, это жажда открыть позицию на покупку на самом минимуме и продажу на самом максимуме. Там-то всех ловят на эту жажду. В принципе, хорошие сделки не по этому критерию оцениваются, а по стабильности трейдера. Так, ВО84, Лариса, Карлос, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, в общем-то и все. Приятно, что не бросили практику, тренировки студенты и работают летом. Тренируются, готовятся к осеннему контракту, декабрьскому 2015. Квартальные отчеты, там начнется такой кач. Я думаю, скучно не будет даже тем, кто в кэше будет сидеть. Итак, классер профайл по S&P сейчас настроим и приступим. Так, есть. S&P за этот контракт самые вспышки ликвидности так и остались уровнем поддержки 20.40. Возьмем так уже более плотно 20.50. Контрольный уровень поддержки номер один. Если S&P уйдет ниже этого уровня, ну, примерно на 20.24, и спокойно будет там торговаться без дисбалансов, то это уже точно на север, до конца контракта будет сложно сходить. Итак, у нас есть также невзятая крепость 21.19 по 21.12. Сопротивление тут встретили несколько раз и ликвидненько. Значит, массив 20.60, 20.50, который на поддержке был, как раз стремимся на этот массив. Могут еще раз поддержать, но, как видите, на этой неделе как-то уж не сложилось с ликвидностью по сравнению с этой активностью либо с этой. Раз, два, три сессии идут на шорт и идут, как видите, не на аномальной ликвидке, поэтому при подходе, я думаю, могут откорректироваться еще. Ну, то есть, это не агрессивная атака уровня. То есть, может быть, флэп будет как раз эти первые три дня на S&P перед четвергом и пятницей. Но учтите, что остался месяц до экспирации, и каждая неделя уже под расчет. То есть, какую неделю, когда, то есть, последние две точно уже можете не торговать, то есть, там будет выход из позиции крупных участников и никакой особо интересной закономерности там уже можно не найти. Ну, хотя могут устроить какое-нибудь падение показательное, чтобы все испугались и в сентябре зашли на шорты, тем самым протащить там до 21.20. Ну, посмотрим. Значит, уровень 20.99, 21.05 тоже возьмите на заметку. Здесь три сессии массив и вот защита в среду пусть будет. Так, по дельте. По дельте S&P на этой неделе. Естественно, мы рассматриваем на Wall Street Online не все элементы, не всю ту информацию, которую нужно в действительности рассматривать при подготовке к торговой сессии, потому что у нас просто бы не хватило времени. Мы рассматриваем, например, дельту по тотал за день. Но намного лучше и качественнее информация, когда вы анализируете каждый день в неделе, что когда размещалось, выходили, заходили, комбинировали с открытым интересом, с движением других рынков. Но от этого намного больше точной и важной информации. При анализе за сессию это поверхностная оценка. То есть, ну вот тотал за сессию такое. Мы видим 4-5. Сегодня минус 9 шар падает, но, судя по всему, фиксации продавцов полностью перекрываются новыми продавцами. Сейчас мы это сравним еще и на открытом интересе. Да, ну вот видите, не аномально, но открывает позиции. С учетом фиксации за 2 дня падения еще и сверху открыли. То есть, ожидается, возможно, что если особо не пробьет этот коридор 2084, где как раз и наследили селлеры, то может быть продолжение снижения. Опять же, вот этот реверсивный элемент, модель 27-28, это 60 по 65. В качестве поддержки понаблюдайте. Значит, вчера и позавчера как раз, ну, такой тандем крупных сессий. Не аномально, но самое ликвидное за неделю. Поэтому вот этот массивчик, здесь активность тоже, посматривайте. Так, и уровни за неделю. Вот так. Сейчас я отмечу уровни той недели, чтобы вы сравнили... Ну, могли обратить внимание на вот этот момент. Мы брали вот это ядро за неделю прошлую. И, ну, если не ошибаюсь, мы здесь одну линию сопротивления выставили, как блокпост последний. После открытия недели, здесь, на вот этом массиве, который был после имбульса на бай, немножко притормозили мерикосы и даже за свою сессию здесь немножко поднабрали объем. То есть, ну, импульсы, там, инертность рынка учитывается. И сразу же выброс селлеров по самые вот максимальные уровни. И после совершенного преступления сразу же во все тяжкие вошли. Причем набрали объем вчера на минимуме за день и с этих же цен в пятницу дальше стигнули вниз. То есть, здесь на... в открытую вот три сессии работают на стороне селлера. То есть, поэтому обязательно выделить массив и мониторить на предмет защиты со стороны участников которые мишки. Возьмем в качестве сопротивления 73-ю и 81-ю. Вот этот массивчик четверг плюс пятница набрали и ушли. То есть, все, что здесь байеры пытались сделать, это все в пустую. Набрали стопорей, дозагрузились еще и вечером и, как видите, открылись достаточно с гэпом америкосы относительно своей сессии и их это особо не пугало. То есть, они похоже, что двинулись во все тяжкие. Ну, пока на то похоже. отметились на максимуме, повырвали всем стопорей и три сессии уже на шортах. Вот этот массивчик еще захватим. Поэтому на покупку пока вот аккуратненько. то есть 21.04, 21.03 здесь сопротивление, сопротивление, сопротивление. То есть очень яркий и сильный триггер будет, если на следующей неделе не способны будут пробить даже 73-80 лет. Корректировка до этих уровней, ну, это уже такое финансовое мошенничество. Повырывает еще раз, наверное, стопори. Но три дня будут без особо важных новостей. Возможно, опять Грецию затронут, либо еще там что-то в Америке случится. Под эту тему могут негатива нагнать и подтачивать котировочку там 88-89-90. Но там вот как раз второй барьер. То есть как видите, ядро достаточно плотное и широкое. То есть здесь весь этот коридор просто набросали кучу объемов и начали расширять селлеры коридора. Учтите это. Вот дополнительное ядро как раз 4 плюс пятница. И 84 по 96 половиной ядро недели. Ну, вот по этот. понедельник плюс дворник среда плюс четверг и вот еще дополнительное ядро тоже. если даже это не смогут пробить это очень сильный триггер. Хорошая информация, что у селлеров достаточно мотивации совершать такие операции. Так, быстренько буквально DAX и FSX вкратце. Тут у максимума находится и достаточно манипулятивно, потому что CES идут прям под линейку, как видите. Уйдут ниже этого массива. Я думаю, что начнется сброс по индексу, потому что растут они особо без подкачки топлива на DAX. FSX идентично, ровно идет ликвидность, но и SES идут прям уж как-то очень однообразно. То есть, опять же, обратите внимание на техничность инструмента. Ну и РТС. мы здесь сейчас немножко поменяем. Итак, РТС, российский рынок обратим внимание на топовую сессию за текущий контракт и немного упала волатильность, особенно на минимуме контракта. Фактически пять сессий боковик, флэт, либо знают какую-то информацию и аккуратненько это все собирают, либо ждет подтверждения и мы видим загрузку на продажу. Но в любом случае нужно выделить 87-86 в качестве сопротивления. Как раз тут было сильное движение на пробитие минимума и защита тоже как раз ликвидная. Вот этот уровень номер один сопротивления на продажу. То есть если вы верите в рост, то это нужно обязательно преодолеть. Все попытки и неспособность пробить будут говорить об агрессивности селлера. Поэтому аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Тут двойной массив на продажу еще один. Ну и первый на открытии контракта 95-93. остается также приоритетным. Самая повышенная ликвидность, самая повышенная активность по дельте здесь вот такие моменты. Вся неделя на продажах кроме нулевых дельт сегодня и четвертого числа. То есть агрессивного байра пока не видно. то есть были сначала предпосылки, что выкидывают по стопорям, но вы видите сами, что творит черная нефть, черное золото. Пока идет снижение, но там тоже волатильность подупала и немножко степенились со своими шортами на нефтянке. В общем, кассовые продажи были 82,580,3100. Естественно, неспособность расширить индекс выше 85,845, тут уже тестировали раз. Если с этих уровней сигануты больше не будут атаковать 83,580,4, то вполне может быть загрузка на продажу, так как в принципе нефть, если продолжит снижение на следующей неделе, то это не самая хорошая новость для индекса РТС. А вот на Газпроме на это все посматривают вот так вот. С 27 числа по 31 шла закупка, в принципе она шла и в начале июля, и маневр 6 числа удивил меня очень сильно. Продажи 903 тысячи дисбаланса на стороне сэлеров. То есть как только уйдут ниже вот этой вот 140 могут посыпаться вслед за нефтью. Проследите за Газпромом, так как он очень важен для индекса РТС. Тут с 27 числа либо инсайд, либо за счет рубля. Даже сегодня видите заходили отлично. так рубль здесь освоение космоса значит 30 31 и 3 числа вот три сессии здесь активно уверенно заходили класс и профайл на рубле также ликвидность была 28 по 3 повышенная на рубле это коридор вот этих ребят мы сейчас это выделим оборот был сумасшедший значит 61 560 150 вот тут как раз массив активности плюс нужно учесть ликвидность на движение выше и гэп между сессиями 31 и 3 числа открылись и никто уже не боялся покупать здесь три сессии также стали массив возврат селлеров на рынок как раз необходимо пробить 63 250 тут три сессии мы сейчас сверим по дельте видите тут были байеры потом массово судя по всему скинули покупатели и сегодня тоже вот работают именно на стороне продаж сейчас на споте посмотрим да вот смотрите активность упала как раз после того массива вспышки есть но все меньше и меньше и меньше дельта на бай объем топовый вышел на шестидесятый плюс минус тут мы берем шестьдесят с половиной ну и пятьдесят восемь с половиной это грубо будет пятьдесят девять то есть поход на пятьдесят пятьдесят четыре пятьдесят три может быть только в случае если уйдут ниже вот коридора повышенных торгов здесь вот разместились 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 второго класса массивность три сессии тоже неплохая ликвидность на самом деле но пока вот видите не пускают ниже то есть внимательно если у селлеров не будет сил даже этот уровень пробить то точно продавать опасно еще первое нужно чтобы осилили этот уровень дальше ну на этой на следующей неделе может и не пойдут ниже шестьдесят и даже если нефтом вдруг резко начнет расти но уровни есть мониторте евро немножко нащупали поддержку вот восемь шесть десять ноль девять пятнадцать с учетом того что индекс доллара стремительно направлен на сто нефть пробила вниз ну жаль ну я думаю что они специально цель поставили перед выходными навести ужас ну видели ниже нефть правильно за последние полтора два года чем только не видели значит сопротивление десять восемьдесят четыре единицы тут как заколдованное раза четыре послушалась здесь само собой один двенадцать и ну на самом деле как бы поддержка слабенькая то есть надеяться что она удержит весь евросектор всю еврозону с такими ликвидками ну как-то очень печально выглядит поэтому аккуратнее уже неоднократно атакуют и особенно мне понравилась последняя волатильная сессия 31 числа активненько на хорошей ликвидности туда обратно сходили посбрасывали селлеров вот маневр понедельник плюс торник в расчет если не пробивает на следующей неделе скорее всего будем атаковать 88 ну все может быть поверьте когда новости именно создаются они они так происходят то для того чтобы двигать куда-то котировку сильно могут и любую новость создать особенно если у те кто имеет кэш он имеет источники манипуляции манипуляции средства массовой информации журналы газеты тв так ну тут как бы вроде открывали но сегодня не активно но заходит мы такое увидели уже появляем тут верить стопроцентно данным на самом популярном инструменте очень сложновато на фунте повышенная активность повышенный ликвид плита давайте выделим ее прям исторически 56 30 здесь неоднократное прощание с 56 и второй дополнительный массив защиты здесь очень хорошо разместились как видите селера не пробили две ликвидные сессии вчера и сегодня формируют массив его вот кстати если торгует фунт и стоит выделить хоть пятница пытается идти выше но как видите возможно даже закроется на минимуме ну и последний блокпост 53 50 54 тут если селера уже начали активность судя по всему по ликвидности ну я к новостям отношусь осторожно потому что нужно знать до последнего кто написал статью кто эту новость вообще собрал все эти данные статистики не забывайте что мы на финансовом рынке здесь все способы хороши в общем коридор самый основной по объему я бы сказал ядро контракта это 55.60 по 56.30 вот это номер один массив это экватор то есть если фунт не в силу 56 преодолеть то с долгосрочным ростом еще пока надо повременить так ну добрались мы до черного черного золота сейчас я включу склейку контрактов ну давайте возьмем даже с марта вот по нефтянке на лайте и на бренде сейчас поговорим про 60 мы уже говорили значит на что стоит обратить внимание это на интенсивность продаж особенно в новом контракте здесь с легкой руки падали то есть сессии были похожи на те которые действительно шортят привал и повторили но вот вот этот участок на этой неделе предыдущая немножко с осторожностью идут на 44 43 возможно это связано с открытием нового контракта чисто фьючерс но видите не похоже это что во все тяжкие они идут на шорты похоже больше что на манипулятивное снижение до какого-то уровня чтобы всех немножко взбодрить ниже 44 нефть ушла чтобы по новостям это показали вот и в понедельник может быть обратная реакция давайте посмотрим вот видите ликвидка это падает идут ниже и все меньше и меньше то есть скорее всего здесь просто уже по стопам вырывают на бренде если идентичная ситуация то скорее всего не скорее всего а ожидать непосредственно такой противокод на следующей неделе было бы уместно так здесь у нас идентичная схема вот обратите внимание падает раз два то есть достаточно волатильно и по моделям сессии даже похоже на снижение здесь сессии плотная и расширение минимума идет просто вот такое ощущение что подлом пистолета ликвидность по сравнению с мартовским июньским контрактом очень слабая то есть уровень намного ниже ну учитывая лето значит пик по объему как раз на прошлую неделю и на текущую что стоит на бренде выделить так это ядро прошлой недели 52 70 53 70 или 53 80 если а это было бы неплохо на следующей неделе равновали на 52 и там как бы особо не задержались на сессию на где-то половину сессии чтобы четвергу пятницы как раз уже пощупали 56 было бы отлично а это как раз подтянуло бы этих нарей получилось бы головая плечи идут на расширение минимума и очень как то уж не хватает ликвидность падает на бренде идентичная схема ну и золото золото также новый фьючерсный контракт и вот 30 числа ушел уже в активную торговлю то есть переход произошел при склейке контрактов висим на плите уже не одну неделю после столь затяжного падения и я думаю вам тоже интересно это насколько уже открыли позиции на той массивности значит первые три сессии само собой тут открывали сделки и 310 тысяч контракт и ну в общем в прошлом периоде контракт такого уровня даже не было то есть вот повышенная по отношению к прошлому периоду активность на самом минимуме по золоту ну и ликвидность да да совсем забыл сказать ликвидность не очень рабочая стажировка трейдеров на российский рынок попутного попутного тренда спокойствия только спокойствием те кто опоздали либо не смогли посетить волшебт онлайн запись на ютюбе будет совсем скоро до свидания пока онлайн